Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня 8 июня, и значит, сегодня наш профессиональный праздник. Вместе с государственной сферой социального обслуживания населения мы радуемся Дню социального работника. И в первую очередь хочется низко поклониться всем тем, тысячам и тысячам сотрудников социального служения, которые ежедневно выходят на свои посты, идут и к одиноким, и к больным с ограниченными возможностями, и к сиротам маленьким, и к сиротам большим, и к бездомным, и к людям, освободившимся из мест заключения. Десятки тысяч людей выходят на этот очень непростой и очень благородный труд. Дай Бог, дорогие мои, чтобы, видя ваши добрые дела, ваше искреннее служение, ваша любовь к людям, Господь благословлял вас и миром, и радостью, и семейным благополучием, и здоровыми, любящими детьми, и здоровыми родителями. И каждый раз, когда вы что-либо делаете в отношении, как Господь сказал, к братьям моим меньшим, то есть к людям, вы это делаете непосредственно Богу. По сути, ваше служение — это прямое богослужение. И несколько слов о том, почему всё-таки так востребовано социальное служение. Ну, потому что в человеке есть такая страшная болезнь, как эгоизм. Эгоизм — это желание подмять под себя, пожить для себя, взять от жизни всё. По этой причине при отсутствии войны у нас огромное количество детей-сирот, при живых родителях, но потому что не хотят родители брать на себя этот труд, брать ответственность. Ну, а потом возникает естественный процесс, ведь в этом мире всё по закону Божьему. Что посеешь, то и пожнёшь. Как аукнется, так и откликнется. И те, которые в своё время предали своих детей, приходя в старческий возраст, оказываются часто, не всегда, но, как правило, в той же ситуации, когда немощь физическая приходит, а кружку воды подать некому. Ну, просто нет, нет физически тех людей, на которых в нормальных отношениях, в нормальных семьях возлагается забота о пожилых. Ведь несколько веков назад какого-то прям официального служения, социального его не было, были семьи, многодетные. Деток рождали, воспитывали. У младшенького всегда была задача приглядеть за родителями. И уже после того, как он родителей провожает, он может дальше устраивать свою жизнь. И все в этом жили совершенно естественно. И понятно, что были скорби, были трудности, были болезни, где-то и одиночество было. И смерть не вовремя приходила. Ну, она не вовремя не приходит, но мы так условно говорим. И человек оставался, может быть, один. Но тогда брали на попечение родные, близкие, соседи. У людей была вот эта готовность к жертве-клюбви. А когда в сердце и в жизнь проник эгоизм, тогда за ним пришло и то, с чем каждый день работают сотрудники социальной защиты населения. И бедность, и одиночество, и сиротство, и так далее, и так далее. И этим несчастьем нет числа. Это просто небольшая зарисовка о том, о чем нам стоит думать и над чем работать. Будет меньше эгоизма, будет больше любви, будет любовь. Но человек, который отдает любовь, он никогда не останется одиноким и никому не нужным. Везнем социального работника, дорогие мои братья и сестры. Дай Бог, чтобы беды в жизни было меньше, но для этого должно быть в жизни больше Бога. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!